Вы просите меня не петь,но я спою И так Это песня про Мазай Убили Мазая Ни за что ни про что Зуки замочили За что же за что же Потому что Мазай Как все знают Он... Мне Мазай попросил песню, я спел. Возможно, вы последний раз видите дядюшку Розе, потому что он уходит в другие руки. Вот такие вот дела. А начнем с того, что 22-го выйдет крутая обнова, но о ней позже. Давайте сначала мы поговорим о том, что сейчас такое небольшое обновление. Добавлены редкие временные коллекции предметов. Обновлены коллекции ивентовых книг об истории. В создании можете зайти, там есть книги, за пергамент крафтятся, там физзащита, точность. Два вида коллекции, одна на два месяца, одна на месяц. Запускается арена, остров, три в них. Где мы качаемся, фармим этемы, покупаем артефакты. Поделены на кластеры Барц, Леона, Зигхард, Эрика. Так, ивенты. Также добавляется 7 ивентов. Первый ивент у нас Лагерь Кирка. В 12.30 и 20.30 будет вход. Там за 10 минут появляться до этого времени. Появляются боссы, ну, всякие темы. Выпадают там фрагменты, свитки. Лосовенный Камень Жизни может выпасть. Также сундук самого Кирка. Реликвия, ну, вкусняшки. Дальше у нас Групповые подземелья. Сундучки. Икс-2 награды. Катакомбы от Ступников. Дополнительно будет, неважно там победа, поражение, ничья. Будут давать сундучок. Большое зелье исцеления. Кристалл души высокого качества. Кристалл души кошачья банда. Дальше у нас Писемка. Утром и вечером. Которых будет Виталка и Сундучок. С расходничками. О пропусках. Сезонный пропуск. Обычный и играл уже до Нового Года. Мог этот пропуск застать. Это ивент с Дедом Морозом Дагури. Где вы можете скрафтить самого Деда Мороза Дагури. Енотика. Воришку. Там ломаете кольца. Самого NPC. Также вот это задание. Да, все верно, я не знаю. Проходится в угодьях Флорана. Если мы откроем карту. То посмотрим Флорана, деревня Флорана. Тут енотики. И получаем ежедневное кольцо. Если у вас закрыта эта ивентовая кола. То просто его ломаем. Давайте сначала поговорим про обычный пропуск. Обычный пропуск. Все тут не сложно. Проходим. Уничтожить мировых боссов. Дополнительно Виталка. Покупка пропуска. Куча Виталки. Ну и там расходнички. Видим карты улучшенные. Там пергамент. С Дедом Морозом Дагури пропуск. Тоже Виталка. Ничего особенного. Ордена. Часики. Кубочки. Свитки. Виталкой. Но в целом мы проходим. Чтобы получить вот такие. Вы первый раз делаете этот ивент. Точим их. И закрываем коллекции. Снижение урона. Увеличение. Получение энергии за поручение. Точность ПВЕ. Увеличение. Накопление энергии. Плюс 2. Две неплохие коллекции. Закрываем их. Но и у вас все закрыто. Просто ломайте их. Маленьких колец по одному яблоку. Синих колец енотам. 30 яблок. И за эти итемы мы крафтим. Ну кого нет. Собираем на Деда Мороза. Но если вы будете это все проходить на одном аккаунте. То вы успеете скрафтить Деда Мороза Дагури. То вы крафтите итемы. В первую очередь вам на 90 яблок. Вы должны успеть скрафтить вот эти итемы. И Деда Мороза Дагури в первую неделю вам должно хватить. К примеру я уже крафтил. Также видим что я скрафтил один итем. Итеми которые крафтятся. Там карты класса. Агатионов. Кристаллы души. Там артина. Немножко расходочка. Блосовенная святая вода. Вот такой вот NPC мы видим. Которого покупаем. Кстати да надо скупить. Так награда за поручение. Такая интересная фляжечка. Но также если мы перейдем на другой сервер. Мы зайдем и увидим что. Тут тоже можно крафтить эти итемы. Вы можете с пропуска кольца. Или покупать тот же итем. Ежедневно 30 яблок. В угодьях флоран. Тут побить мобл. И тоже забирать. Крафтить эти итемы. Потому что скоро трансфер. По идее на следующей неделе. Трансфер это перелет между серверами. Очень вкусный ивентик. Я в дискорде. Можете увидеть. Я тут описал этот ивент. Как что. Сколько яблок. Там к примеру 90 яблок. На одного альта в неделю. Если вы еще не проходили. То это только у вас получится. На основе. Может на каких-то альтах. Но в целом. Если вы проходили. То берите кольца на альтах. Покупайте итемы. Открывайте карты. Возможно что-то тайдропнется. Интересно. Та карта которой у вас нет. Потом все равно за часами мы летим. Забираем часы. Ну кто знает. В интересной информации. Конрад описывал это все. Как что фармить. Там замок разоренный. Зачем нужны альты. На других серверах. Часики. И какой-то неимоверный профит. Все легко. Можете зайти в дискорд. Почитать. В общем чате я скидывал. Думаю тут не сильно нафлудят. Пока вы зайдете. Да я выпущу видео. Очень вкусный ивент. Для новичков неплохой. Закрываем коллекции. Крафтим ивентовые вещи. И так же не ломайте кольца с видками модификациями. А создавайте. Ну если у вас закрыт ивент. Просто эти. Заряд души высокого качества. Дальше у нас так же бонус. Ежедневно. А я за бонус забыл. Слушайте. Ежедневно кольцо забираем. Но это лучше забирать на основу. Потому что тут тоже карты. То есть если повторка будет на другом сервере. Повторки не суммируются с основой. Только если задвоенное есть. Тогда суммируется. На альтах очень круто. Сундучки. Вот видите. Блессочки повыпадали. Кристаллы души. Конечно у меня все эти кристаллы души есть. Зеленые понемножечку. Будем апать кристаллы души. Но в целом кристаллы души. Часы. Цветки модификации. Это в начале вам нужно по любому. Ну хотя бы часики скупать. Ну как бы я сделал. Я бы сначала. Если у меня. Уже закрыта коллекция. Сколько это получается. 90. 180. По 6 колец. Вам нужно забрать. На своих альтов. Того 18 колец. Сразу на альтов. Там сломать их. И все. А потом на основе все остальное забирать. И я хочу сделать. Задвоенного. Дедушку Морозу Дагури. И всунуть его в Рыцаря Смерти. Потому что тут Халиша. Или место вот. Снежной Королевы. Фреи. Намного больше бустам. Думайте что. Как вам лучше сделать. Смотрите там. Если вы новичок. То забираете. Сначала крафтите на основе. А потом смотрите. Можно. Там. Ну закрыли коллекции. Но не уверен что вам хватит. Плюс 5 кольца. Плюс 4 вточить нужно. Хуенек. Ну думаю все понятно за Деда Мороза Дагури. Если что задавайте вопросы в дискорде. Или в комментариях. В личку мне писать не надо. Донат магазин. Вот такие вот паки. Зарял. Мастером. Карты на Агатиона. По 2 штучки по 11 раз. Кристаллы души. Артефакт. Вот такие вот знаки. За которые можно скрафтить. Легендарная книга умений на выбор. Получается 5%. Это Зарял. Ледяной кристалл. Ну если мага брать. Восстановление заклинаний. 5%. Также Зарял с перьями. Выкупать смерти алмазы. Кристаллы души. Реликвия энергии. Трехэтапные паки. Где мы скупаем 4 пака. И нам бесплатно дают карты. Карты мастера на выбор. 11 раз. И артефакт. 2 штучки по 11 раз. Или это 2. Просто написано. Второй этап возможно. Наверное одна карта. В самих паках. Неплохо. Зелье пробуждения. Высокого качества. Мастера. 11 раз. Кристаллы души. Средненько. Орденов. Знаков поручения. А да. Пропустил. Ежедневный донатный бонус. Нага теонов. 2 раза по 11 раз. Мастера. Ежедневно на выбор карты. 7 дневный бонус. 900 реликвий. Слушайте. 9 очков пробуждения. Финальная награда. Героический легендарный. Очень интересно. Такой бонус. Ну расходки очень много. Реликвия. 900 алмазов. Утром было 44. Сейчас 45. Что-то не могут скрафтить. Но быстренько. Я думал уже. Свитки скрафтили все. Также у нас книги умений. Ну тут написано книги наследника. Ну умения, да. Наследника тоже ж книги умений. С магическими чернилами 10%. Ага. Рандомно может выпасть 1%. У нас книга наследника 10%. Это наверное и красный, и фиолетовый могут там выпасть. Вроде бы ничего не пропустил. Ничего не пропустил. Если пропустил пиши. Не забывай. Продолжается смена класса до 22 числа. Я уже в прошлом видео говорил. Как можно ей воспользоваться. Смена класса. Вы не меняете класс. Потому что кто-то писал комментарий. Но вы не меняете. Тут нет такого, что вы меняете класс. Вы можете поменять карты. Поменять умения. Поменять оружие. Там броню. Мастерство. Артефакты. И это будет стоить каждый раздел своих монеток. Вот 27 монеток. Одна монетка 100 алмазов. Уже самая броня. Но сейчас не могу. Потому что нельзя что одето. Закрыто. Также навыки можете поменять. Легендарные. Если вы хотите свапнуться. Но тут нет такого. Когда вы сюда нажимаете купить. Вам говорят. Вы хотите сменить класс. Но тут классов нет. Тут есть система карт. То бишь каждый раздел стоит свое определенное количество алмазов. Все изи. Я думаю что опять не добавят в алхимию вещи с пушкой. Такая книги и оружие. То что с хлыстом было. С рапирой не было. Ну посмотрим. Ну они хотят на акциях наверное. Чтобы люди башляли. Сливали алмазы наверное на акциях. Чтобы крафтили. То что будут акции. И оружие я уверен. Что-то почему-то там на книге умений. И типа в алхимии не будет. Ну посмотрим. Добавлена пушка. Даже что-то в этот раз. Нет коротких видео о том. Что как действует. Давайте посмотрим. Усыпление. Наносит урон. Отправляет. С неким шансом. Мир сновидений. Прикольно. Заградительный огонь. Увеличивает уклонение. Мета гадюка. Призывает мета гадюка. Которая атакует. Мощной энергией. Окружающих врагов. Перекрестные ранения. Врачи массуха. Какая-то массуха. Наносит урон. КД у противника. Увеличивается. Замок безумного марлука. В разломе. Безумный марлук. Золотой билетлей. Долгожданный. Но. Это опять. Какой-то бракованный билетлей. И нет. На вещи. Почему-то они решили. Что. Вам не видать. Кто-то там сломал. Вещь. Думал. Восстановит. Радостный. Первом. Давайте. Если мы зайдем на сайт. Вы тоже можете зайти на сайт. Почитайте билетелей. И начиная со 2 декабря. Что на класс. Что на Агатионы. До 15 мая. Почему-то на класс. До 15 мая. А на Агатион. До 22. То бишь. Вы еще можете травить Агатионы. И это будет входить. В этот билет. Потому что тут есть два вида билетов. Позволяет там призвать попытку синтеза. И билет мастера. Что на класс. Что на Агатиона. Именно билет мастера отличается от обычного билетолеи. Тем что. Тут повышен шанс получения. Какой был самый на высший. Ваш трай. На Агатиона. Если был на легендарку. То будет легендарка. Но тоже там шансово. Вы можете получить. Не факт что вы получите. Трай на мифика. Очень круто. Но жаль. На оружие не завезли. Мы видим также по дням. Это будет ивент. Ежедневная награда энергия. Потом по дням. Там первый день у нас. Золотой билет лей на класс. Пятый день мастера на класс. Десятый день Агатиона. И четырнадцатый день мастера Агатиона. Также будет подземелье храма Ундины. С донатной бижой. Но почему-то они новую бижу не добавляют. Хотят чтобы. Ну последнюю зелененькую вот такую брошь. Не добавляют. Даже на картинке мы ее не видим. Говорят покупайте в донат в магазине. За 120 алмазов. Или там на акциях. Это будет пятничная акция. Ну это подземелье. Там час. Если может в писемках будет приходить еще час. Мы фармим там эликсирчики для крафта. И донатная бижа. Ну там опыта. Адены. Также легендарная золотая повозка появляется в городах. Три повозки. Блесточки. Проклятые свитки. Можно купить за адену. За ивент. Там какие-то итемы можно разово купить. Какие-то. Там. Три дня будет повозка. Как всегда. Раньше это был крутой ивент. Потому что. Проклятые свитки. Стоили по тысяче. По полторы. То все ждали. Проклятый свиток. Вам дает снизить. Выточили на плюс четыре блеской. Ну вещь. Она зашла на плюс четыре. Вы можете снизить порог. И опять блеской попробовать. Чтобы зашло на пять. Или на оружие тоже выточили. Ну это уже не так вкусно выглядит. Но все равно. Очень неплохо. За адену. Там цены не менялись. Вроде бы на точки. И что нас ждет? Небесных островов. Поле битвы. Обе-то. Башня дерзости. Десятый этаж. Ну это после 22 числа. Еще дальше. В целом вот такое вот обновление. Что нас ждет? Пиши свои комментарии. Своё мнение. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok.